Всем привет! Я приехал после небольшой смены сегодня и поэтому решил компенсировать недостаток физической активности еще и кручением на станке. И почему я не использую треногу? Вот так-то думаю лучше. И сегодня хотел разобрать тему коленей. Означает ли то, что вы катаетесь на велосипеде частенько, или вы велокурьер или почтальон на велосипеде, что вашим коленям долго не жить. И если я, конечно, вот так тупо спрашиваю, то, наверное, нет. Это не всегда означает определенную смерть вашим суставам и прочим составляющим вашего тела, если вы катаетесь на велосипеде. Но, конечно же, нам что-то нужно сделать, чтобы предостеречь свой организм от каких-то долгосрочных повреждений, и, конечно же, мы обращаемся в данном вопросе к превентивному методу. Понятно, что если уже что-то произошло, что-то с коленками, определенно нужно специалиста искать и, возможно, что-то оперативное нужно предпринимать, то есть операцию. И это всегда плохо. И сколько опыта у моих знакомых я слышал, это просто, к сожалению, все трагичные истории. В том плане, что иногда операция не нужна была, но ее сделали. Иногда операция нужна была, ее сделали, но что-то там не срослось, и вторая коленка началась, и ее тоже нужно было оперировать. И печальная история, на самом деле. Чтобы к этим историям не прийти, конечно же, нужно превентивно действовать. Понятно, что если ты хочешь избежать, к примеру, того, что твои артерии все будут вне, в здоровом состоянии, там будут различные блокады, и кровообращение будет хреново работать, то можно пассивно предостеречь себя от этого, питаясь растительно и, конечно, здорово растительно. Я не говорю, что там есть чипсы прожареную, мега жареную, в жире прожареную, картошку, там такие вещи. Растительно тоже можно бед наколотить, но, конечно же, это все вот пассивно, это все легко, да, вместо того, чтобы съесть там что-то канцерогенное, пережаренное, стейк какой-нибудь, хоп, сделал там рис, гречку, все это, и там с тофу не особо прожаренным, да, то есть все это перемешал, все съел, все отлично, или фасоль, нафиг тофу, фасоль, горох, такие вещи, все, пассивно предостерег. Здесь пассивно не получится, это сразу предупреждение. То есть это важная часть видео. Можете сказать, да, показывай чертовы упражнения, я их буду делать, на самом деле, я и по себе в том числе знаю, самое главное в этих упражнениях это осознать, что они работают только, если ты их будешь исполнять на долгосрочной основе, дисциплинированно по указанному графику. То есть день через день, или каждый абсолютно день, неважно, да, 5-10 минут, устал ты или нет, это то, что нужно просто делать, и это просто нужно себе вот сюда вбить, и из этого превратить рутину. Понятно, что в первый день, второй день, на третий, возможно, тебе не захочется, но это именно вот эти важные дни, в которых рутину должна образовываться, где график должен складываться. После, возможно, я не знаю, как ты привыкаешь к различным вещам, но после нескольких недель или месяцев эти упражнения войдут просто в твой образ жизни, и все будет нормально, но вот этот период начальник просто переживи его ради своих коленок и ради того, чтобы дальше интересоваться велоспортом, велосипедами и дальше смотреть мой канал. Вот такой вот, да, мой интерес в этом, в здоровье твоих коленок. Итак, начнем с упражнений. Итак, вот они ножки, вот они коленки, эта коленка еще прошибленная, после прошлого лета, я не знаю, что-то тут оно не уходит, вот это темное, или оно становится меньше, оно не болит, но до сих пор осталось. Также эстетически, извиняюсь за небритые ноги, самому вот девушке там некоторые пишут, вот, небреем там подмышки, ноги, нафиг все это, это все диктует наши там журналы, мужчины на них смотрят, идеальных женщин там в журналах, и потом у них складывается вот такое впечатление, что волосатые ноги это уродство. Нет, я бы сам побрил, если честно, но мне влом. И второе, сейчас зима. Также я не особый фанат растяжек. Перед активностью никаких растяжек, на мой взгляд, это может только привести к травме, особенно если вы начнете сразу растягиваться. Сначала нужно разогреть. Как это делается с коленками? Ну, во-первых, любые суставы, они должны активироваться, так называемая активация суставов, если вы будете крутить коленками. Вы можете двумя коленками вот так вот крутить, соответственно, я думаю, хорошо видно, либо каждый отдельно. Конечно, на коленках все дело не заканчивается, если вы велоспортом снимаетесь, то вот эти моменты здесь тоже суставы, то есть тазобедренный комплекс весь. И снизу я вот ботиночек сниму и покажу, как это снизу делается. Опять-таки вот так, вот таким вот образом. Это получается и коленку можно здесь размять запросто. Если вы выполняете упражнение на одну лишь сторону, то по минуте, по две, ну полторы окей на каждую. И если вы, соответственно, все вместе это делаете, то немножко экономия времени, но технически, мне кажется, вот это немножко сложнее выполнять. И здесь ты можешь сконцентрироваться именно на технике движения. Очень все это хорошо разминается. К сожалению, вот человеческая нога, она состоит просто из, особенно вот нога, да, из гигантского какого-то количества всяких косточек и прочее. И все это нужно размять. То есть здесь не скупитесь определенно. Вот такие тоже движения тоже можно делать, да. Но это опять-таки вот здесь, вот этот момент в основном разминается. Снизу, если вот вы тянете, то здесь образуется небольшая растяжка с задней стороны, с икроножной. И, как я уже сказал, я не особый поклонник растягиваться перед активностью, после активности. Опять-таки можно растянуться, когда вы уже разогрелись хорошенько. Но вот эти упражнения, соответственно, пригодят вот эти суставы в активацию. В том числе вот такие можно, да, использовать движения. Я надеюсь, все это лучше видно, чем со стороны. Но, пожалуйста. Могу, конечно, и так показать со стороны. То есть это, я думаю, в принципе, понятно, что так, что от первого лица я держал, что от этого вот этот комплекс весь двигается, да. Вот здесь все активируется, это все здорово. Можно, соответственно, коленкой просто на сгиб поработать без веса. Конечно, можно поприседать, но это будет, да, немножко вы, короче, напряжетесь. Так, и это уже после тренировки, это не сильно на суставы действует, но если, опять-таки, беречь не только суставы, но и мышцы, мышцы будут защищать все остальное. И, конечно же, если речь идет о растяжке, обычный вот такой вот способ, его иногда люди исполняют неправильно. Например, делают вот так. Это вообще бессмысленно нафиг. Некоторые вот так, да. Нет, нужно за кончик взять стопы и нога должна быть на линии другой ноги тоже, да. То есть абсолютно параллельно и только тогда вот здесь начнет по-настоящему нормально тянуть, как и должно, как и задумывается в этом упражнении. И здесь вы тащите рукой, соответственно, насколько можете. Здесь уже понятно, не переусердствовать. Растяжка дело такое. И, конечно, такие виды упражнения, да, заднюю ногу поставить, заднюю ногу, обычно у нас задние ноги, одну ногу, короче, поставить позади другой. И здесь очень-очень хорошенько тянется в этой области, да, думаю, тоже видно. И это все держится в плане растяжки в минутку, да, минутку, не больше. Можно делать по 30 сек, такие интервалы. 30 сек вы растягиваетесь, 30 сек отдыхаете и снова. В том числе, если хотите превентивные упражнения на ахилл, обязательно сделаю отдельное видео, в том числе оно обладает научным фоном. Кому интересны, опять-таки, какие-то вот проблемы с ахиллом, сухожилием, то обязательно сделаю. Просто черкани мне в комментариях и, конечно, ставь этому видео лайк, чтобы я понял, что это вообще кому-то нафиг интересно. Конечно же, велоспорт – это не только ноги, и поэтому, допустим, вот эти места, плечевые, да, манжеты, все это тоже можно активировать. Это немножко, я не знаю, я бы сказал проще, ну, потому что, наверное, руками проще крутить, ты их чувствуешь лучше, потому что сенсоров, опять-таки, да, сенсоры чувств гораздо больше. Такое упражнение – ножницы, да, ножницы, крутим ножницы около минутки, потом можно либо одну руку так делать, можно, соответственно, с двумя руками, я сейчас боюсь ударить шкаф, но вот такие, короче, упражнения. Это все очень здорово, да, опять-таки, на активацию выработки жидкости смазывающей работает, и это действительно нужно делать, это просто мобилизирует. Мобилизирует не только вот эти все суставы, жидкости всякие, вот эти процессы, но и, в принципе, мышцы немножко уже получают представление о том, что их ожидает в ближайшее время. Ну все, это было сегодняшнее видео, надеюсь, это кому-то что-то принесло, спасибо огромное за просмотр, да-да.